Восьмое августа Последний месяц лета Приехал в свое любимое место Здесь мало людей, красивая природа И можно дроном полетать Но сегодня наш рассказ будет О странных ритуалах древних латышей Обычно на каких-то возвышенностях Где после ледникового периода Оставались такие огромные камни Древние латыши устраивали ритуальные места И вот на таких огромных камнях Они приносили жертву А они были язычниками Приносили жертву своим богам Но это не было связано с Кровопролитием, как у некоторых народов А у нас такой праздник есть Самый великий Это праздник Лигу Янова ночь И вот тогда молодые девушки Девственницы приводились к этому камню Я пошутил, просто протроллил вас сейчас Это такая прелюдия была Чтобы заинтересовать Нет, сегодня будем говорить про мотоциклы И конкретно про мотоциклетные чехлы Почему такая тема возникла? Да очень просто Я вчера зашел в Нермак Смотрю, мотоциклетный чехол В упаковке продается За 7,5 евро Я аж присел Думал, блин, ну не может такого быть Я его купил просто И мне даже интересно для вас сравнить сейчас Чем нормальный чехол Который я, скажем, брал там 35 евро Отличается от Дешевого Сравним, посмотрим Да То есть Средней ценовой категории И Дешманский И, конечно же, поговорим Для чего вообще чехол мотоциклу нужен Да Ну, повторимся Может быть, некоторые вопросы Я немножко расскажу Из своего опыта обязательно Потому что у меня Я уже пользую второй чехол И этот купил третий Ну, плюсы и минусы Обсудим В комментариях Можете делиться своим опытом Видео будет интересным Я думаю Так Здесь мой старый чехол Первый мой чехол Был от фирмы Oxford Такая знаменитая фирма Он такой тоненький-тоненький Раза в два меньше складывался Тоненький-тоненький Но там нарекания были Что через 2-3 года Он начинает течь по швам И так далее И т.п И он у меня пострадал В первом моем дальнике Мы в 19-м году 5 лет назад поехали С друзьями поехали В Хорватию Вот Приехали на этот Полуостров Как он называется Истрия, наверное Такой город Врсар Вот И все было отлично Мотоцикл у меня еще Ни разу не падал Да, но там бывают Такие летние Грозы и бури И вот Мы, короче, мотоциклы Оставили возле Наших апартаментов Там все так Плиточка аккуратно Выложена Друг мой У него BMW был Он на боковую подложку Очень стабильно И чехлом не накрывал Ну, а я поставил На центральную Мотоцикл Накрыл чехлом Все Там замочек поставил И думал Да, вот Обезопасить Мотоцикл от воров От всего остального И мы пошли гулять И когда мы пошли гулять В город Мы уже ушли От наших апартаментов Довольно далеко Вышли к пляжу И смотрим Такая черная туча Надвигается с моря Я уже забыл Про мотоциклы Мы там еще немножко Выпили Вот Все было очень хорошо И мы ждали Пока эта туча На нас надвинется И туча буквально Шла-шла-шла-шла С молниями И как долбануло Все потемнело Короче, такой шквал Такой ветер был Что ветки летели По воздуху Мы Единственное Что успели добежать 30 метров Был туалет Общественный На пляже Забежали в этот туалет Спаслись в туалете Короче, такой Ну, настоящая гроза Буря такой Шквал идет Короче, мы не можем Вылезти Потом эта первая Буря прошла Но дождь идет Что мы придумали Было мусорное ведро И эти уборщики Вставили свежий пакет Чистый Целлофановый Мы вытащили этот пакет В этот пакет Положили все свои документы Вещи Разделись Ну, так Чтобы можно было промокнуть И, короче, с этим пакетом Пошли вдоль У меня даже видео На айфон снимал Короче, такая гроза Марис Сандра идет впереди И мы идем балдеем Такие промокшие уже Но разочарование было Когда мы пришли к апартаментам Мариса мотоцикл стоял На боковой подножке Тяжелый BMW Ничего не было А моя Хондочка Прилегла на правый бок То есть Центральная подножка Это одно Но Сам чехол Сработал Как парус То есть Мой мотоцикл Перевернуло на бок И удар был такой силы Потому что там была плитка Что у меня руль Руль Да, вот правый На 10 сантиметров Выгнулся вверх И мне пришлось С Хорватии Вот все время ехать Там я весь Глосклокнер проехал Всю Австрию Германию Чехию Вот это Польшу ехал С таким погнутым рулем Но доехал Вот Суть в чем Что чехлы Это не только Польза Но и бывает Некоторые моменты Вот я вам рассказал Из своей практики Что Как я пострадал Из чехла Из-за чехла Который сработал Как парус И мой мотоцикл Был опрокинут В результате Еще У меня на ум приходит Из моей практики Когда у меня был Мотоцикл Из планеты спорт Я на нем редко катался Я нашел такой гараж Но гараж был влажный И там курицы заходили У одного соседа И так дальше И я взял Какой-то такой Ну такой Коляный чехол Такой Он вообще не мотоциклетный А какой-то такой Знаете Такое Ну Не пропускает Ни воду Ни воздух Ничего И я накрыл мотоцикл Короче На всю зиму Да Вот этой накидкой Чехлом И когда Весной Я снял Мотоцикл Весь был Весь хром Был в ржавчине То есть Мотоцикл Прел Под этим То есть Второй момент Негативный Который из моей практики С чехлами Связан Что Если у вас Мотоцикл хранится Где-то в гараже Там Или в холодном гараже Или в теплом Чехлы использовать Можно И я тоже их использую Но те которые Дышат Те которые не дышат Как Грубо говоря Презервативы Да Они наносят Только вред Мотоциклу Создается Там парниковый Эффект Все ржавеет И т.д. И т.п. Вот такие Два минуса Из моей жизни Из моей практики Насчет чехлов Ну а плюсов Конечно Гораздо больше Плюсов Гораздо больше И Ну самый главный Плюс Чехол Как и Автомобильный Он Защищает Мотоцикл От Внешней Среды А что у нас может быть Внешняя среда Это могут быть Всякого вида Осадки Там дождь Снег Град Может быть Да Пыль Грязь В лесу Обычно падают Там все эти хвоя Все остальное Короче Он защищает Мотоцикл Укрывает Еще немаловажно Это Солнечный свет Ультрафиолет Вы знаете Да Что под воздействием Портятся Всякие Резиновые Изделия Краска Выгорает И т.д. И т.п. То есть Чехол В этом плане Он защищает Мотоцикл И Выполняет Свою функцию Очень хорошо Если правильный Чехол У вас Подобран Вот Второй момент Который Из положительных Я так Для себя Отметил Где я Использовал Чехол Мотоцикл У меня было Путешествие По моему Это был 20-й год Я ехал Вокруг Латвии По границам Латвии И в одном Месте Я приехал Там такая Беседка Классная На берегу Море В беседке Там был Стол Был Холодильничек Все Мне даже Палатку Не хотелось Разбивать Как было Классно В беседке В беседке Был диван И Представляете Вечер был Такой Классный Ну Немножко Прохладненький Я на этом Диванчике Лег в спальнике Не разбивая Палатки Просто Накрылся Мотоциклетным Чехлом Мечта Байкера Открываешь Глаза И видишь Колесо Своего Мотоцикла Ночь Была Интересная В плане Того В плане Нового Опыта Короче Я спал На диване Вот мешок Из-под Чехла Мотоцикла Забитый Одеждой Это у меня Подушка Чем я Накрывался Накрывался Чехлом От мотоцикла И Видите Мой спальник Все Спальник Конечно Термобелье Все дела Но Самое главное Что в беседке На свежем воздухе Друзья мои Комаров Не было Птички пели С утра Уже В 3.38 Меня птички Разбудили Вот Моя ложа Так Солнце Стало Давно Уже Давайте Прогуляемся Скажем Здрасте Морю Местечко Юр Кауне Почему Называется Ну Из двух Слов Юра Это море Каунц Кауне Это Типа Гор и Обрыв Вот Юр Кауне Наша Одно из Красивейших Мест Побережья Теперь Переходим Уже К чехлам Так Вот Это чехол Мой Средний Ценовой Диапазон Не помню Какой-то Фирмы Сейчас Я накрою Мотоцикл Накрою Мотоцикл И тогда Мы поговорим Ну На что Обращать Внимание При выборе Чехла Что у Него Должно Быть Это Не просто Кусок Такой Материала Какого-то На что Обратить Внимание Люди Делом Занимаются Урожай Убирает Некоторые Блогеры Тут Тра-ля-ля Тра-ля-ля На что Обращаем На какие Моменты Обращаем Внимание При выборе Чехла Мотоциклетного Ну Наверное Первое Немаловажное Посмотреть Кто у нас Производитель Или кто Заказывает Эти чехлы Видите Это такой Известный Магазин В Европе Мотоаксессуаров То есть Первое Кто Производитель Второй Момент Размер Мотоцикла Ну Это Вы уже Смотрите Прикидываете Да Там Даются Размеры В сантиметрах Но Принцип Какой Чехол Должен Полностью Накрывать Мотоцикл Но Не быть Излишней Большим Чтоб Его Не Парусило То есть В размер Причем Размер Должен Быть Такой Чтобы Он Покрывал Ваш Топ Кейс Как Правило Где-то В мото Путешествиях Боковые Кофры Вы снимаете Берете С собой В палатку В апартамент Или в гостиницу А топ Кейс Остается Там На мотоцикле Потому Что у него Ручки нет И что-то Вы оставляете Что вам В гостинице Не надо То есть Чехол Должен Быть По Размеру Это Второй Момент Третий Момент Обращаем Внимание На Материал Ну Тут Смотрите Сами Щупайте И Принцип Какой В принципе Материал Должен Быть Такой Который Ну Не Пропускает Не Пропускает Влагу В идеале Дышит Но Это Уже Горотекс Такие Чехлы Наверное Вы не Найдете Они Будут Супер Дорогие Но В принципе Осадки Он Должен Держать Снизу Вентилируется Плюс Смотрите Резиночка Снизу Обтягивает Да То есть Не просто Кусок Какой-то Ткани А резиночка Прошита По Периметру Дальше Что мы Смотрим На Материал Видите Верх У нас Такой Светлого Цвета Это Надо Для Того Чтобы Отражать Солнечные Лучи Чтоб Мотоцикл Не Нагревался Защита От Ультрафиолета Еще Касаемо Самого Чехла Смотрите Ну Швы Желательно Чтоб Были Двойная Прострочка Видите Двойной Шов И самое Главное Он еще Проклеен Как в палатке Снутри Видите Проклеен То есть Полная Гарантия Что Влага Не будет Воздействовать На ваш Мотоцикл Хотя Мотоциклу В принципе По барабану Это Влага Но Это Так Говорит О Качестве Чехла Впереди Здесь Должны Быть Такие Отверстия Где Переднее Колесо Чтобы Вы Могли Продеть Цепь Там Или Замок Чтобы Чехол Не Украли И Конечно В центре Должна Быть Такая Как бы Утяжка Застежка То есть Вы Ее Туда Под Мотоцикл И с другой Стороны Защелкиваете Вот здесь Защелкиваете И чехол Тогда вообще Надежно Находится На вашем Мотоцикле Да Последний Момент У чехла Болжем быть Чехол Куда он Складывается Это удобно Это Не критично Но Удобно У меня Же Есть Нормальный Чехол Но Я Позарился На Цену 750 Ну И Размер Написано Так 2 XL Как бы На Глаз Что Они Пишут Тут Есть Размер Сантиметрах Ну Кто Его Помнит Так Ремень Центральный С регулировкой Защелкой Дальше Двойные Швы Пишут Двойные Швы Дальше Пишут Довольно Крепкий Против Разрывов Материал Водонепроницаемый Эластичный Низ С резиночкой Да И Дырочки Для Для Замка Ну И Чехол Защищает От Ультрафиолетового Излучения Чтобы Чехол Нам Скрыть Обязательно Нуж Нож Опинель Другой Никакой Не подойдет Вообще Только Опинелем Французским Срываем Главное При вскрытии Не порезать Сам чехол Не перестараться Так Все Теперь Смотрим Что Анбоксинг Бюджетного Чехла Смотрим Как бы Сам чехол У нас В чехле Это уже Хорошо Имеется Такая Утяжка Все Пока Нормально Не вызывает Никаких Вопросов Материал Такой Видно Что Как бы Отражает Солнце Теперь Мы рассмотрим Поближе Ну Утяжечка Конечно Это резиночка Не во всех местах А только В некоторых Сам материал Потоньше Чем Мой Есть Центральная Утяжка Под мотоцикл Есть Видите Такие Дырочки Под цепь Под замок Ну Все Пытаемся Одеть Этот Чехол На Мотоцикл Не Маловат Маловат Ну Вот Друзья Мои Не Угадал С размером Хотя Скажем Основным Критерием Отвещает Но Верх Темный Почему Мне Это Не Нравится Почему У него Темный Верх Сделали Это Все Будет Греться И Даже Швы Проклеены Ну Видите Фактически Больших Отличий Нет У Бюджетного И У Среднего Чехла Единственное Надо Смотреть На Те Моменты Которые Я Сказал Вот Этот Конкретный Чехол В Принципе По Всем Критериям Подходит За Исключением Размера Мне Нравится Чтоб Накрывал Чехол Мотоцикл Стоп Кейсом Как то Так Друзья Мои Чехол Вещь Хорошая Нужная И Самый Главный Момент В путешествии Если Если Едете В дальние Страны Самый Главный Момент Жара Это Безопасность Когда Мотоцикл Открытый Да Вот С Кофрами Он Очень Привлекает Внимание Сразу Кто-то Хочет Просто Подойти Кто-то Сфотографироваться Ну и Воры Конечно Сразу Все Видят Какие У вас Сумки Висят Там Боковые Или Какие Ключи Или Что На Мотоцикле Висит А так Вы Мотоцикл Накрытый Чехлом Особо Внимание Не Привлекает Ну Накрытый Накрытый Никто Ну Это Сверх Наглости Наша Подойти Поднять Чехол Тем более Если Он Застегнут Еще И Что-то Там Шерудить Поэтому Один Из Основных Моментов За Исключением Защиты Мотоцикла От Непогоды От Осадков От Пыли От Грязи Это Является Ваша Безопасность Хороших Рук Как-то Так Ладно Готовимся К Мото Путешествию Оно Будет В этом Сезоне Всем Удачи Добра И мирного Неба Пока